Почему мы знаем святых, которые причислены к этому лику Русской Православной Церкви, и не знаем ничего про их благоверных супруг? Дорогой Дима, это болезнь моей жизни последние, я не знаю, 50, может, 60 лет. Дело в том, что я был архивариусом в трёх-четырёх епархиях, и я читал десятки писем женщин. Она пишет, моего мужа забрали, и не знаю, где он, 10 лет без права переписки. У меня остались 5, 6, 7 детей. Все сидят на русской печи. Из нашего дома нас выгнали. Мы живём, кого-то из родственников или из знакомых, или просто по милости пустили. Ребятишки на печи, на шестерых, семерых детей. Одна пара валенок, один нагольный тулуп или одно пальто, кто как. Комсомольцы ходят по деревне, по селу, заглядывают в окна. Мы от них, от комсомольцев, прячемся. И вот каждый раз, я думаю, хорошо священнику, может даже легче и проще, один раз услышать приговор тройки, и его застрелят. А эта матушка 5, 6, 7, 8, 10 лет должна заботиться не только о себе, но и о детях. А детей этих настругал батюшка вместе с матушкой. Она пишет в патриархию в Москву. Помогите хоть чем-нибудь. Есть нечем. Дети выходят во двор по одному, потому что валенок одна пара. Из патриархии ей отвечают, пришлите подлинники документов. Она посылает подлинники. На этих подлинниках на обороте, на тыльной стороне, ставят печать или штамп. Если осуждён по 58, как правило, это был пункт 10, то никакой помощи мы вам не окажем. Они контрреволюционеры. Они враги советской власти. Так вот, я мечтаю, пока в наших архивах, в наших епархиях эти документы сохраняются, а я не сомневаюсь, через 2, 3, 5 лет эти документы пойдут в печку. Они будут целенаправленно уничтожены. Мы должны сохранить память об этих женщинах, подлинных героинях нашей церкви. Я говорю, сегодня ни одна из них не причислена к лику святых. И никакая правда о тех людях, которые им отказывали. Они, не то что в тысячи, в одном рубле, в десяти копейках отказывали им. Они просили, пришлите хоть сколько детей накормить. Это тульская епархия, это саратовская епархия, это царицинская, или так называемая Волгоградская епархия. Это курская епархия. Давайте сохраним память об этих подлинных героинях, подлинных спасительницах русской православной церкви. Сегодня нет человека, который не знает про Топопа Аввакума. Но намного меньше людей помнят его жену. Я думаю, что ещё меньше помнят имена этих вдовиц, наших православных ереев, дьяконов, монахинь. Сколько из них были убиты, сколько из них были изнасилованы, сколько из них сохранили более твёрдую веру, более непоколебимую веру, чем сохраняем мы, священники русской православной церкви. Повторяю я, никого из святых не чту, так, как чту память новому учеников и исповедников нашей церкви. Многие у нас помнят Бориса Владимировича Талантова, ржака нашей Костромской земли. Умер он, исповедник соседней, так называемой Кировской, то есть Вятской, Хлынской земли. Кто мне скажет, как звали его жену? Когда Борис Владимирович исповедовал свою веру, она умерла. Просто беспокоясь о нём, беспокоясь о его жизни. Кто мне скажет, как её звали? Но она же исповедница. Так вот, мне бы хотелось, чтобы не только Господь наш Иисус Христос помнил имена этих наших жён, матерей, дочерей, сестёр, но и мы, люди, называющие себя христианами, помнили бы имена, я не знаю, десятков тысяч, может, сотен тысяч, может, миллионов женщин, независимо от того, кем были их мужья, православными, католиками, якобы протестантами, какими-то там сектантами, я не знаю, какие ругательные слова мы сегодня употребляем, но эти женщины, я не сомневаюсь, это подлинные святые нашей христианской церкви. Диме спасибо, что он мне этот вопрос задал. Спасибо.